Наши наемники, скорее всего, будут разбиты, но попытаться стоит. Приветствую вас, друзья, с вами Верос, и здесь есть шанс на победу за счет именно того, что сейчас совершается вылазка. Они будут выходить по одному, мы можем расстреливать их, у них много застрельщиков, у них, в принципе, преимущество наши еще и наемники будут легко ломаться, но при таком формате, может быть, что-то и получится. Где подкрепление подходит? А, подожди, у нас подкрепление прямо со спины подходит. Ну, вот здесь, конечно, он сюрпрайс решил оформить. А я просто смотрю, на фланге вроде бы никого нет, по идее он-то должен был отсюда подходить, этот капитан, подкрепленец. Так, давай наемный каплиц, выстраивайся сюда. А, прачники встречают, ну тут кавалер... Не, ну мы тут проиграем однозначно. Я-то надеялся, что эти будут бежать просто очень долго. Я просто надеялся, что они будут очень-очень долго бежать до нас. А застрелом предлагаю запретить стрелять. Пока что. Может даже лучникам запретить, но смысл им сейчас стрелять в этих. Тут разберемся пехотой. На один отряд чисто для... Давай-давай-давай-давай. Идем сюда. Все, перехватил. Перехватил отряд. А, подожди, я же еще прачников не вырубил. Я еще не вырубил прачников, но придется сейчас, наверное, разрешить стрелять. Придется, похоже, разрешить стрелять. Они прям торопятся. Я думал, могут начать выстраиваться, но нет. Подкрепление подходит, они прям реально начали торопиться гоношиться. Давайте, сохраняйте дистанцию тогда все. Обратно. Пытайтесь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, делай раз, делай двас. Эти уже побежали, трусы несчастные. Хотя сражаются с такими же, как и они, блин. Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. А во время битвы не вовсе невероятно. Он даже пики, смотрите, бросает. Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бедство. Он даже пики заставляет здесь кидаться просто в бой. Но кавалерия пытается выходить. Можно попытаться нам город захватить сейчас? В принципе, только коварненько вот так вот выиграть, если станется шанс. То есть продолжаем давить. Продолжаем идти. Давай-давай-давай, заходи. Так, так, не-не-не, на пике. Вы чё на пике там, калёные? Давай, обходим, обходим их. Бегом. Кавалерия уже вышла. Заходим. Так, 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 так. У вас спина, конечно, голая, но... Вы сейчас... Стрелков в итоге мы подставим. Наверное. Можем попытаться спасти сейчас прачников, но... Стрелков точно подставляем. Там без вариантов. Давай-давай-давай-давай-давай. Если что, сейчас мы пики разворачиваем. И пока ворота не захватим, пики будут, ну, пытаться сдерживать врага. А пытаться... Стоит. Ты... Ты... Зайдите на стены. Захватите, захватите, бегом! Развернись. Да заб... Лезьте вы на стены. Ну, что вы там толпитесь? Вот это... Эй, Вася... Ну! Полилось маслица на стрелков. Родосские прачники. Ну, что такое вы... О! Захватили! Ну, неужели... Вы захватили? Все, заходи. Так. Наша задача теперь. Ушли сюда. Ушли сюда. Бегом. Вы пошли захватывать стены. Убрать. Забежали внутрь. Они не опустят пики. Они будут идти так в строю, поэтому есть шанс просто закрыть перед их носом ворота. Выстраивайтесь, отдыхайте. С площади еще пойдут к нам. Лучники, ну, простите. Давай, давай. От вас проку не будет. Ах, наверное, все-таки придется сейчас отправлять один отряд. Давай, 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 давай. На стены. Они, похоже, все-таки кинулись в ворота, но в другие. Не в те. Я переживал насчет кавалерии. Давай, заходи быстрей. Я думал, не придется сейчас второй отряд отправлять. Бегом, 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 бегом. Я надеялся, что они все на лучников кинутся, но нет. Бегом, бегом. Если он сейчас останется на площади защищать, то мы ничего не сделаем уже. Надо было все-таки сразу кидать туда. Но я не рискнул разъединять армию, потому что если эти бы собрались и все-таки сделали бы контратаку, мы бы не выстояли. Разъединяю я сразу армию. Но надо было. Надо было все-таки кидать, захватывать вышки сразу отряд. Второй. Кавалерия все-таки зашла уже. Так, здесь при поддержке сейчас сторожки у нас будет небольшое преимущество. Плюс они уставшие. Все-таки это тоже может сказаться. Может, бойцы еще успеют и сторожку прям захватить под носом этих мерзавцев. Второй отряд я не вижу. Он за рельефом тут где-то бегает. Лучников наших опрокинулый. И все из конца. Хотя бы вышка здесь начинает их гасить наша. Ну что, давайте, марафонцы. В целом, даже если они будут заходить, мы захватим вышку. Масло на голову им выльем. Уже будет неплохо. То есть, это задача минимум сейчас. Но ворота открываются. Не, наши даже маслица не успеют организовать. Они быстренько не... Они успели! Маслица успели организовать. Не тупаешь. Маслица организовать успели. Молодцы. На контратаку не идут. Да. Но мы можем сохранить осаду сейчас просто по времени. Банально третью скорость даже не выключать. Прям на полном ходу так. И продолжать нестись. Но если бы успел бы там захватить, было бы вообще шикарно. Но этот отряд, обессилевший, мы должны будем уже заблокировать. Он там во время бури в пустыне будет страдать. Они атакуют нас! Что, серьезно? Насторожечку потерял и... Ты остановился здесь. Прям в недосягаемости наших вышек. Обидно. Обидненько. Ну а ну-ка давай назад. Ты сюда. Ты тоже сбегай к нему. То есть стены мы захватили. Искусственный интеллект здесь не реагирует никак на это действие. Моя задача сейчас заставить его подойти поближе. Для этого нам нужно вывести кого-то. Можем подставить восточных наемников. В город-то они отступать не будут. Это ж не Вархаммер. Город еще не наш. Они отступать в город не будут. Они будут бежать, по идее, за пределы карты. Так что если... Даже их и сломают, но ничего страшного. Ну конечно лучше бы, чтобы они остались в живых. Пойдем. Восточные наемники. Да, и кишочечкой вытягивайтесь. Так по вам будет сложнее попадать. Можно попробовать спровоцировать ее вот так. Мы выйдем на улицу. Он нас должен увидеть. Нет? Для него это не стимул. Ну тут ничья будет. Если по времени, по идее, должна быть ничья. Хотя могут и город нам отдать. Ну проверим. Просто, насколько я помню, должна быть ничья. Но как-то в ремастере ничьей у меня еще толком даже и не было. Вот, когда мы сражались. Обычно в таких случаях нам победа. Займите позицию здесь. Или даже пусть 50 на 50. Просто над воротами. По крайней мере раньше, я помню, лучники чуть дальше стрелять начинают. Во время осады. Была такая тема. Пехота. Заберитесь на стены. Чтоб вас не перехватили. И потихонечку перебегаем на тот фланг. Ворота почему внутрь так не стреляют сейчас? Так активно. И мощно. Колеблется. Так колеблется. Ладно, а ну-ка выходи. Напал. Все-таки напал. Кинулся на них. Пока наши справляются. Хотя это отряд полководца. Зайди. Спустись ты. Просто маленький отряд, ему удобнее выходить. Это условные копейщики. Хотя нет, у них есть улучшенные показатели при сражении с кавалерией. Все-таки вы не как городская стража. Все. Шикарно. Заходим. Подставляем их. Под пулеметную очередь. А вы потихонечку идете сюда. Не торопитесь. Все. Да, отряд положили полностью. Шикарно. Задача минимум выполнена. Куда вот эта кавалерия побежала сейчас, когда мы уже на стене? Зачем оно тебе? Чего ты хочешь добиться этим? Ну, легионеры, которые идут как подкрепление, здесь уже разберутся с остатками без проблем. Фаланг осталось не так много. Эти копейщики, это бомжики. С ними даже считаться особо не стоит. Ну, кавалерия порастреляет нас немножечко. Это будет. Это есть. Ничья. Все-таки ничья, смотрите. Город нам не отдают. Все-таки это ничья. Город остался в осаде. Подкрепление, но отступит. Там выжили. Вышел отряд небольшой этих копейщиков. Они немножечко отступят сейчас. Хотя, может, и будут полностью уничтожены. Дипломат понтийский приплыл к Египту разговаривать. Египетской силой хочет обзавестись. Еще одна попытка. Вторая подряд. Но он все-таки в себя верит. Ну, если так, то сейчас, конечно, есть шанс выиграть. По такой же схеме. По такой же схеме, если кавалерия тут же будет выходить, как и в предыдущем сражении, то у нас есть шанс. У нас есть шанс. Такой коварненький. Вот этот. Вариант захвата. Кавалерия бежит на фланг. Да. Да. Все нормально. Бросать таран. Так, восточные наемники, вперед. Ты не стреляй. Сейчас не бегут. Подкрепления нет. Они не торопятся. Кавалерия ждет. Не выходит пока что. Второй отряд пока не придет. Судя по всему, они не выйдут. Нам нужно опрокинуть вот этот маленький отрядик. Ух ты. Забавно. Он бросает фалангу кавалерии поближе, что ли. Кавалерия начинает уже выходить. Приготовились. Приготовились опрокидывать этих. Опрокинуть их. Так, отлично. Они убегают. Ты сразу наперерез. Ты преследуешь. Вы пока расстреливаете. Фалангу. Так, наперерез сильно. Не убивайте их. Все, заходим, 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 заходим. Нет, ворота закроются сейчас. Перед носом прямо у нас закроются. Но успели, успели, красавцы. Кавалерия где? Кавалерия далеко. Так, вы пошустрее туда. Вы сразу забираетесь сюда. Все бегом. Да, мы будем сейчас нести потери, но... Я очень надеюсь, что маленький отряд быстрее-то заберется, захватит. И мы можем даже... Остальными бойцами бежать площадь забирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Они не забрали. Забежали и не взяли. Ну, фракейцы, уже бегите во фланг. Так, кавалерия мчится, кавалерия вот-вот зайдет. Фланга, иди сюда. Фланга должна прикрыть нас. Во-первых, не убегайте. Уже бессмысленное. Ребятушки, заберите. Ой, отлично, красавцы. Кто у нас тут? Все, кроме вас. Заходим. Вполне возможно, что эта кавалерия будет нас сейчас пытаться расстреливать. Нет, не ту. Но фланга держится. Отлично. Бегом. Бегом. Наших опрокинули. Вы на площадь. Пока они начинают кружить, есть шанс добежать и взять все, что мы захотим. Это все будет наше. Давай, 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 не тормози. Давайте бегом. Бегом. Ну, во-первых, вышки, чтобы их убивали на пути. Что-то как-то они слабо их убивают вообще. Стрелять стреляют-то. Но это понтийская тяжелая кавалерия. А, подожди. Тут понтийская тяжелая кавалерия. Здесь не все так просто. Это не застрелы какие-то дешевые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте. По вам стреляют, но вы главное... Должны справиться. Все, лученьки, забейте. Но три минуты здесь мы, конечно, не продержимся. Кавалерия уже заходит в город. Уйти. Уйти. Ну, там маслица чуть-чуть на голову им вылили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, фокус не получился. К сожалению, кавалерия добежала раньше. Вот в данном случае было бы шикарно, как во Втором Риме. Кавалерия, если... Ну, у нас, если бы она была. Заскочили сюда, спешились, захватили. Побежали следующие. Захватывать. Опорный пункт. Ну, и что вы будете делать? Можно, в принципе, попытаться сейчас их разбить. Ну, отправить потихонечку копейщиков идти к нам поближе. А спровоцировать их и здесь уже ударить. Спровоцировать их можно. Не? Так не провоцируйтесь. Ладно, бегом сюда. Вот. Уже другой разговор. Вы у нас бегунки тут. Уработаетесь сейчас. Бегом! 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 Че боишься-то, ма? Граждане Крита! Скорее! Скорее! Давай! Убей! Граждане Крита, давай! Живи! Быстрее! Крит, вперед! 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 Убейте! Не отпускать! Чуть назад, стрелять! Давай, 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 успейте! Ну, один заскочить успел. Остальным тут прилетело, будь здоров. И они, конечно, уже бегут. Ну, без критских лучников их провоцировать будет сложно теперь. Сейчас только реально копейщиков дождаться. Шевелись, шевелись! Родовские пращники! Шевелись, шевелись! Прикрут! Работаем! Сейчас на морально-волевых будем. проверять, что получится в итоге. Потянете ли вы программу или нет? Шевелись, шевелись! Огонь! Вражеский полководец бежит! Усиливайте давление, чтобы сломить мужество всей армии! Шикарно! Слава великим богам! Вражеский полководец убит! Не торопись! Теперь уже спотелиться в сердцах наших врагов! Нам нужно чуть отдохнуть. Прочники, спускайтесь. Да тракийцы! Лучше так уж. Тракийцы бананы. Но он будет бежать каждый раз. Бежать, 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 бежать. А мы стоим. Давай отдохни чуть. Вас, конечно, 12. Вы устали просто в хлам. Но все-таки отдохнуть вам, думаю, стоит. Хотя, ну-ка, стопе, 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 стопе. Тройную скорость отключаем. Шевелись! Шевелись! Огонь! Продискли! Продискли! Огонь! Ну что, порадуете нас силой? Огонь! С одной стороны, они выбивают копейщиков. Единственный отряд, который может как-то сопротивляться, да, кавалерия. С другой стороны, у них есть щиты хотя бы. Какие-никакие щиты. Хотя пятерка, хорошие щиты даже. Еще способные защищаться. Так что, во время перестрелки нормально. По атаку. Боеприпасы заканчиваются. Продискли! 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 Полтавой! Психо! Брег, брег, брег! Продискли! Даем You! Быстрее, ворон! Ворота! И, Продискли! По дону! Наемники! это момент оглушительного триумфа римское оружие сокрушила врага триумф все-таки это триумф в данном случае оглушительный ну капитаном вот слышите этот звоночек человек дня нам предлагают скорее всего принять его семью и в очередной раз предлагают наверное принять семью но я так думаю день день означает что именно человек дня примите его в семью смерть поселение в осаде египет но он долго будет строить насадные сооружения чтобы начать то что он один в двух городах чума только осталось сопротивление подавлено сопротивление подавлено фракции а человек дня нет смотрите человека дня нет вот ради блага империи требует чтобы лидеров фракции покончил жизнь самоубийством годов осталось четыре мы можем отвергнуть опять же отклонить принять задание но осталось ходов проверим проверим если я не вот ничего не делаю они опять скажу что ты не блокировал порт опять будут переобуваться на ходу мне почему-то кажется что так оно и будет сейчас почему-то мне так кажется так легионеры приходят помогают порядок навести поселение уже целиком и полностью нашим так огромный храм афродиты но сносится даже порядок более-менее остался на хорошем уровне в антиохии но все спокойно сейчас даже переобучать никого уже не нужно армии готовы выходить сейчас мы этим и займемся сейчас мы там будем перемещаться передвигаться вашего приказ так банкротить ты никого не будешь и ты сама банкротишься получая товары чем могу вам помочь а но этого надо молодец только армию подвинула армии тачки это и двигаться на полном серьезе нужно ничего не можешь лес для тебя тоже не торговый ресурс но если что вот этого на следующий ход банкротись он не сбежит если он не сбежит объединяем и теперь мы унижаем понтийцев имея тут самый крупный флот перебрасываем вас ты останься наверное все таки на этом фланге у нас все спокойно увеличиваем вот наращиваем силу наращу аппетиты раз двигая его так один притарианец еще кстати говоря без серебра то тут ну ладно давать ты вот так на следующий ход красиво тебя поставим до аккуратненько ровненько чтобы как положено чтобы все было исключительно как положено армии готова новичка сейчас же переговорю с ними на этом ходу появились новички это значит час и тут да а хотя он не новичок он уже с троечкой такой прям уверенной симпатичной троечкой есть контакт есть 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 здесь совсем мы разобрались чума у вас как прекратилась может быть стоит подождать один ход чтобы чума здесь не возобновилась в но просто чуточку подождать самую малость малость бери кавалерию выходи погулять строительство надо сейчас сразу сразу так качу здесь строительство завершено сообщение нам не выдали мерзавцы а каковы ладно вас мискиру построим раз мы здесь в первую очередь дороги пока продолжим развивать и теперь смотрим где мы если можем строить что-то то теперь вот так вот проверяем банькам водичкам так здесь пусть казарма в демидии уже полностью наша культура уже все хорошо давай еще тоже казарму макведук акведук еще мог бы так навязывать греческую культуру ну что место начинает понимать что как удобно до жить в римской империи водичка прям тебе считай домой бежит водопровод во всей красе что нужно нужно тогда все таки любить римлян любить и уважать за три хода быстрее перестроим как раз пергам порт уже есть перестроен храм рынок мы ничего не сделаем можем стрелков сейчас улучшить хотя лучше храм давайте наверно надежнее три хода быстрее и порядок увеличится влияние враждебной культуры безусловно это неприятно постепенно от этого мы будем избавляться чума давай баньки во время чумы в баньку сходить как раз самое то самое приятное в тарсе можно порт четыре хода да давайте шахты за три сила в осаде здесь но можно баньки перестроить как раз чуть порядок улучшить и здесь ну давайте канализацию пока так хотя храм снести можно но ему уходить нужно ему по хорошему нужно сваливать вышки ставить а здесь народец такой прям буйный сейчас их утихомирить легко не получится пара отрядов так есть контакт 8 ходов будет ждать вылазку не будет делать скорее всего нет а ну-ка подожди здесь кавалерия есть вариант есть иди переобучись а иди переобучись там все-таки этих мы будем учить новым приемом новым фокусом переобучай серебро как раз здесь будет сейчас легионеров нанимаем здесь легионеры формируются здесь кавалерий ну и выходит стек выходит стек по факту мы наверное вот практически всех легионеров собираем подрываем дальше вы потом лучники и кавалерия причем один отряд кавалерий прям элит у нас возможно этих бойцов будет достаточно нет достаточно придется все таки еще из этого поселения перебрасывать предлагаю кавалерию потом такой небольшой стек кавалерии мы из этого города сможем выдернуть и отправить на подкрепление наш но это недостаточно тут и в антиохи еще проблемы один отряд появится сейчас проблема будет решена думаю и здесь один отряд решит вопрос с восстанием его не будет его не будет артиллерию пока оставим она нам замедляет ход рядом с враждебной армии не с тобой вот что делать с тобой у нас прям война возня должна быть тебе и суда броситься помочь по-хорошему бы нужно это армия но у идет как вспомогательная но она вполне возможно причина на смерть если я сейчас основную не переброшу готовы поднять паруса флотоводец тут уже со звездой работаем работаем рим ждем риму даем возможность прокачаться и можно сдавать ход на все таки сейчас мы дадим а и чума опять здесь не она не прекратилась здесь чума просто мы захватим поселение и получим небольшие проблемы она нам не нужна можем тут легионеров собрать отправим их если что помогать здесь еще вдобавок ко всему гальский наверное легион подавит восстание это очередное что у нас по торговцам нанимается готовится столичный мажорчик мастер обмена смерть решит по стране все сдам а ну а ну-ка назад нулевой доход да чтоб тебя разорвало а иди сюда хотя уж древесина еще есть для тебя это торговый ресурс торговый иди торгуй тогда иди работа иди зарабатывай жду вашего приказа серебро лес все это торговый ресурс да мой повелитель да мой повелитель повелитель немедленно ну сойдет ты ничего не зарабатываешь ну вот так вот появись появись отобразись у вашего приказа с вами все ясно с вами тоже сцепионы прокачиваются потихонечку так парфия пытается вернуть город но легионеры зайдут в поселение ничего уже не сделает точно никто и ничего нам это гим плюс четыре тысячи но наращивание армии все таки сказывается на экономике как-никак плюс мы начинаем и игры активно проводить до этого торговли все меньше внимание уделять хочу академию здесь кордубе не построила у нас же там есть свой студент в пальме умрет когда в лидер же будет очень плохо там вполне возможно он станет я бы даже сказал максимальная вероятность так раз в кирене давай порт антиох пусть дороги и храм но им будет недостаточно этого этого будет однозначно недостаточно я удивлен что нам не дали человека дня человека года вот за победу за героическую обычно но выдают же это ж тут такая тема так ты все таки в карфаген отправляешься жду вашего приказа чем могу вам помочь чем могу вам помочь всем понемножку повелитель нормально здесь уже зарабатывают можно его перебросить я думаю десятка начнет зарабатывать там на тканях скажу на берег куда больше тоже торговый для тебя да торговый ресурс дежурим дежурим готовы поднять паруса не люблю когда вот так вот флот ну если ладно когда один полководец есть и в той армии и в другой и там типа выбери кому именно присоединять а когда ну можно тут присоединиться спокойненько и все никаких проблем нет он именно тот должен присоединиться это важно важно и отважно добивай мятежников даже не потеряли никого красавцы автобой сейчас идеально сыграл ну здесь шестерых потерял критерианцев ну кто первый стоит тут как обычно несет осаждаем поселение легионеры в город здесь уже по факту нас стэк полноценный наемники они дешевле сейчас обходятся чем легионеры пусть наверно остаются в поселении пусть спокойненько там сидят есть контакт дальше на этот стек отправлять не будем пока так ганашица тоже не всегда стоит верни его на пальму эту обезьянку верни на пальму она сбежала дежурный стек восполнить может быть кем-нибудь еще а тем временем смотрите осаду то сняли опа египтяне здесь сняли осаду предлагаю тогда армию не подводить вплотную то есть встать так чтобы он нас не доставал а тут мы продолжаем наращивать обороноспособность стены есть нифиг лезть со стенами мы даже можем выиграть эту битву а тут если еще имеются наемники а наемники имеются можно переходить к наступлению мемфис наемников берем такс но выводим всех хотя но тут волнение сейчас будет сто процентов ежедневные гонки придется устраивать сразу ставим как можно меньше бойцов оставлять а может эти застрелы от них меньше всего проку ах ты ж мерзавец а успокаиваться не хочет поселением переобучение нужно было сделать конечно наших копейщиков такие уже нюансы на этом этапе забываются не но так нельзя ладно останься в городе пока что а вас там битком час так ну игры мы однозначно но ежегодные выставляем легионеров переобучить не получится сейчас всех отменяем кавалерию оставляем за городом вот здесь переобучить давай даже вас сейчас будем переобучать пехоту лучше кавалерию в первую очередь по остаточным принципу по остаточному принципу копейщики могут пригодиться у него тут колесница как-никак у него колесницы поэтому будем оформлять это это дело таким образом сдаем ход кто уже получил приказ тот спокойненько доходит сам хотя наверное сейчас как раз так вспоминаешь отменяешь спокойненько тебе далеко идти ну а чем тебе с другой стороны еще заниматься и для этого и был создан здесь переобучаем здесь мы создаем вас потом если что можно будет переобучить с вами то не страшно что-то еще по-моему я хотел сейчас сделать ну ладно похоже правлением с партии нового персонажа не особо-то довольны вот такое ощущение мне сложилось нулевочку заработаешь а ну-ка серебро тоже нулевочка для тебя да это все не торговый ресурс железо железо мы прошли золото для тебя торговый ресурс золото для тебя торговый ресурс все чума успокоилась отлично император про тор переобучаем легионеров ну и на следующий ход этот стек уже встанет на мост здесь возможно будет тоже выдвигаться в сторону скифов но скифов мы задавим тут просто огромное количество нас армии сейчас можем кавалерию легионеров отправить кстати сюда мы тогда ее отобрали отправили к столице ну а сейчас проверим как будут обстоят дела в спарте чё там у нас все нормально стабилизировалась ситуация да еще один отряд вспомогательный тогда поставим итоги периода сообщение о строительстве ну деньги в плюсе самое главное дун воски ну давай колизей мотогонщик все в бараке а кстати эти же торговцы в лондоне щас мы разберемся с вами ща мы с вами будем разбираться фессалоники коринф так тут уже культура нашей исключительно поэтому ну чтобы город быстрее рос давайте земледелие мудумус давай кавалерию так баньки ну баньки это наша все еще здесь можно я думаю кузницу снести чтобы уменьшить влияние враждебной культуры академия по идее и улучшить нам не дают смотрите академия нужно тоже сносить любом случае а это пока оставим я бы дороги наверно все таки сейчас даже быстрее и культур заменить кузница тут тоже наверно снесем ее сразу ну как сразу сколько времени прошло тоже сразу тоже сказал сразу вкатаясь дороги однозначно кузницу все таки сносим храм пока не будем эту постройку тоже сносим ее все таки нельзя достраивать усовершенствовать превращать в нашу возможно я ее даже оставлял в предыдущих городах вот здесь сейчас опасно сносить в мозаике вот можно если она еще сохранилась здесь ее нет отлично у вас как кузница на передовой ладно оставим но у вас порядок есть с другой стороны можно эту снести попробовать антиохи пока что в этом плане все спокойно у тебя любопытно так то мятеж намечается хотя армию суда я загнал большую причем такая что догонит накажет любого анкира 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 здесь ничего пока не будем здесь все хорошо в сардах небольшое волнение тоже пока что конечно сносить не будем придется перебросить бойцов ну крестьяне для наведения порядка они не особо хороши но в данном случае этого было прям достаточно прям идеально соотношение цены и качества тебя не трогаем в некомедии тоже тут небольшие волнения поэтому пока ничего не сносим так порядок вроде бы обеспечиваю ну и пусть обеспечу при этом ухудшается лукдун мы уже сделали шпион все таки склеил ласты достойная жизнь в потаве закончена ну а давайте сдадим еще ход вот хотя скорее всего ну тут я проверять что будет в этот раз на последнем ходу когда выдали нам задание покончить жизнь самоубийством мы узнаем в следующей серии все таки кто стоит ну это нормально главное что мы не предлагали нам там усыновить кого-то либо жениха одобрить не по-своему прикольная тема вот в тронах британии с женихами это ой и лидер фракции уже печальная новость ну давай ну что ты тут думаешь после захвата поселения словно там кто-то ходит шпионы покидают провинции ты как зарабатываешь нормально молодец и ткани надо проверить но 117 не сказать чтоб он тут зарабатывать стал прям огромное количество денег для него ну в принципе тут торговые ресурсы еще есть вот серебро уже поинтереснее можно будет без вреда для здоровья на следующий ход проверить строительство открыл строительство строительство проверить мрамор мрамор к строительству отношение имеет имеется нормально так что можно отмазать за что все так и было задумано трир скалабис 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 и я все таки сторонник того что здесь строить в очередь если и ставить но только когда полководцу нужно уходить а он очень хорошо удешевляет да можно тогда очередь составить и строительство в остальном зачастую нужно по ситуации действовать смотреть и как-то все это менять рынок ну тут снести наверное сейчас перестроить на каждом ходу какие-то изменения могут случиться что-то может произойти возможно придется иначе перетаскивать все равно заходить в эти поселения ну и поэтому лучше построилась мы выбрали что-то другое развиваем следующее так порт кавалерия сносить потихонечку ну давайте площадки для катапульс не все можно рынок улучшать но от культуры то нужно избавляться как по факту и тут но здесь еще можно вот так вот сделать пока этого будет достаточно тут даже не обязательно сейчас строить здесь таким же образом поступим с рынком ну немножечко доход потеряем пока торговец не сможет эффективно действовать он стоит на точке он обжился через пару ходов возобновит работу в сардах давайте стены порядок и культуру пергам так пергам давай кузницу снесем ну кузницу уничтожаем стрельбище предлагаю тоже пока что снести штаб тайной полиции к нему вернемся попозже а кавалерию тоже снесем пехоту пока оставим по культуре тут перестроить но пшеничная полька 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 давай пшеничная полька синопа опа опа и синопа поля наши стрельбище можно улучшить порт есть но а ну-ка давай наверное общественный порядок там пятерочку чума нам не нужно на заки ситуация давайте поля стены пятого уровня максимальные вот эти стены они уже их не изменить их не заменить грустные печальности конечно в такой ситуации разрушить их нельзя перекрасить тоже не позволят в наши цвета увы и ах здесь у нас потихонечку идет работа с населением на контратаку он не пошел и стэк ну проходит мимо как будто пытается помочь снять осаду вряд ли там поможет даже если дает а тут полный стэк кстати сейчас надо будет посмотреть мазаки мы мы выбрали все отлично на посмотреть что там у них достойная жизнь окончена дипломат лидер фракции вот в пальме он сидел а я как раз об этом говорил да что когда он склеит ласты давай в Потаве ты порядок наводишь неплохо этот если что как полководец пойдет полководец тут у нас все пределе есть возрастной один но это совсем другой разговор сейчас в общем напоследок мы смотрим по шпионам о молодец у тебя четверка ты должен был его банкротить ты был обязан просто подкрутить подходи сюда а в столице тоже четверка в принципе можно рискнуть тебя прибанкротить попробуешь на следующий ход тогда туда ты главное не потерял не растерял навыки свои и парфяне ну выглядит пока что не особо страшно этот стэк не особо страшно но все равно нужно быть осторожным что ж здесь собираем стэк притарианцев и наверное на следующий ход уже мы выдвигаемся но проверим объявит ли в этот раз гражданскую войну нам сенат в следующей серии всем добра пока пока